Сегодня у нас вторая лекция по курсу СУБД, и будет она посвящена следующему. Мы поговорим про проектирование баз данных, и потом кратенько ознакомимся с основными SQL-командами, создание таблиц, выборка данных, поговорим немножечко про джойны, и обсудим, как можно хранить иерархические структуры в базах данных. Это вводная лекция по происку или запросы, более подробно мы их будем обсуждать на следующем занятии. Начнем. В чем проблема проектирования БД? БД. Основная проблема проектирования БД заключается в том, что просто подойти к заказчику и сказать, заказчик, какие таблички нужно создать и какие между ними нужны связи для того, чтобы реализовать ваши хотелки, не получится. Надо понимать предметную область и надо разобраться, что, как хранить, какие взаимосвязи и так далее. То есть при этом надо понимать не только то, что заказчик просит, но что он будет просить в будущем. Потому что сначала данные попадают в базу, а потом уже через достаточно длительный промежуток времени возникает стадия, когда начинается мысль, а какие мы хотим получить из этих данных знания. То есть формирование отчетов и прочие аналитики. И, соответственно, думать о том, что вот было бы здорово, если бы мы три месяца назад добавили дату регистрации пользователя, уже будет поздно, эта информация будет потеряна. Об этом надо думать на самом старте. Еще очень большая проблема в процессе проектирования заключается в том, что данные будут меняться, и то, как база создана сейчас, это наложит отпечаток на всю ее последующую судьбу. То есть будут добавляться таблицы, удаляться таблицы, какие-то правила будут переписываться, но первоначальная идея будет сохраняться достаточно долго. Просто так вот ее выкинуть и написать в сною не получится. Вот. Значит, на этапе проектирования нужно понять, что будет храниться, понять, как это будет храниться и как это будет использоваться. Вот так. Курсор. Курсор надо убрать. Значит, закон Мерфи гласит, сложная система, спроектированная наспех, никогда не будет работать, и справить ее, чтобы заставить работать, будет невозможно. Поэтому некоторое время понадобится потратить на планирование. Причем проблема тут следующая, что чем больше времени мы тратим на планирование, тем, соответственно, тяжелее дается понимание о том, что можно... Горизонт событий, он, в общем-то, есть, и мы к нему приближаемся, мы не можем его достигнуть, мы можем к нему только приблизиться. Если мы будем планировать год, мы условно говоря, на 70% поймем, и поймем на 70%, что будет в конечном итоге, то после планирования 5 лет мы приблизимся процентов только на 80-85%. И, соответственно, то же самое в обратную сторону. Сразу взяли, набросали на салфетки базу данных, ну, скорее всего, ее можно будет выкинуть, и если подумать, условно говоря, еще денек, то она будет выглядеть гораздо лучше. Поэтому надо найти вот эту золотую середину. надо собраться с людьми, выяснить, какие данные будут, как они будут использоваться, какие будут элементы системы между собой взаимодействовать, что там будет, на какие части будет побита сама система, то есть, на какие модули. И вот это приходит с опытом. То есть, есть определенные правила, как это делать лучше, но в основном это все приходит с опытом. Так, то есть, трудно что-либо предвидеть, а уж особенно будущее. Значит, этапы проектирования можно разбить на три вещи. Первое, это внешнее представление, то есть, сущности, с которыми работает непосредственно пользователь, заказчик, то есть, как оно выглядит снаружи, какие действия происходят. То есть, допустим, если брать условно говоря там форум, то в форуме сразу понятно, что будут какие-то посты, какие-то ветки, люди будут, которые будут это дело модерировать, люди будут, которые будут писать. И на этом этапе надо продумать, как они между собой будут взаимодействовать. То есть, что должен видеть, условно говоря, модератор форума, какие он должен делать действия, какие ему нужны данные, чтобы принимать решения для этих действий. То есть, что будет видеть пользователь, который зайдет, какие пользователю нужны данные, зачем он вообще туда пойдет. То есть, нужно собрать информацию о том, какие вообще элементы у нас взаимодействуют в системе. Будет ли у нас, допустим, отдельный администратор, потом у нас появится администратор всего этого ресурса. Отдельные люди будут заниматься тем, что это будут разворачивать, оперировать, резервировать. То есть, все вот эти вот звенья цепи надо как-то выстроить, обрисовать и понять вообще для чего все это и кто чем будет заниматься. Без понимания этого получается обычно какая-то скомканная система, которая всем будет пользоваться больно. И на этом этапе рождаются, собственно говоря, понимание, какие будут элементы, как они будут взаимодействовать, какие к ним будут предъявляться требования, какие количественные характеристики будут появляться. То есть, сбор требований, сбор действующих лиц. Потом нужна концептуальная схема, то есть, объединение всех вот этих вот, всего, что удалось собрать у разных людей, в какой-то общий документ. Что это будет, как он будет выглядеть, какие будут схемы. То есть, это все, когда идет общение с людьми команды, это значит, один хочет одно, другой хочет другое. То есть, это вот внешнее представление. То есть, пожелание людей, пожелание, значит, истории, какие будут происходить. Потом идет концептуальная схема, это когда все это сводится воедино и увязываются эти требования между собой. Они могут быть противоречивыми. Например, кто-то хочет, чтобы система работала очень быстро, и вот все запросы отрабатывались мгновенно, и выдерживала большое количество пользователей и все на одной железке. Другой человек говорит, а давайте мы сделаем, чтобы она еще была при этом супернадежной. Третий человек говорит, а давайте мы сделаем, чтобы мы могли все время откатить ее на любой момент времени. Четвертый говорит, а давайте мы сделаем, чтобы мы могли посмотреть любое действие. И вот все эти требования как-то надо сводить, и потом выясняется, что, допустим, мы можем сделать, чтобы она была надежной, Но если мы хотим хранить вообще все действия пользователя, на какую страничку он переходил, что он делал, на какой страничке он оставался, какие кнопки он нажимал, сколько скроллером двигать, то нам, в общем-то, мы не можем эту информацию хранить в реал-тайме, мы ее должны хранить где-то отдельно. То есть, либо мы каким-то требованием и жертвуем, какие-то требования мы делаем приоритетными, какие-то задачи мы перефразируем, например, информация о том, если вот брать компьютерные игры, информация о том, сколько людей сходило в данж, она нужна, но она нужна спустя какое-то время. То есть, никому не интересно посмотреть, вот сейчас прибежали, вот у нас вот с всего момента или на сутки назад, но это никому не нужно, вполне достаточно, чтобы можно было посмотреть за прошлые сутки, за прошлую неделю и так далее. То есть, лак на час, он, в общем-то, является допустимым. С другой стороны, если информация о перемещении на карте, она может быть совершенно спокойно потеряна за какое-то время. Информация о сдаче квеста, ее потерять крайне нежелательно. Это пользователь, ну, игрок играл, тратил на это свои силы, и мы должны эту информацию сохранить. В то же время, если мы сохраняем информацию о том, что он сдал квест, еще было бы не плохо все-таки сохранить, где он это сделал. И вот все это надо как-то увязывать. И на последнем этапе строится схема базы, то есть, собственно говоря, как она будет выглядеть в самой СУБД. Формируются запросы и таблицы, связи, типы данных. После, значит, всего этого дела это обкатывается путем, значит, берутся требования, берутся концептуальные схемы, которые были получены на предыдущих этапах, и прогоняется все это хотя бы на этапе ручки с бумажкой, а лучше всего на этапе какого-то прототипа. Самое главное в данном случае, то, что пока схема не запущена в боевую эксплуатацию, пока база нигде не используется, ее всегда можно переписать. Как только она попала к конечному пользователю, как только в нее попали какие-то данные, вносить изменения становится гораздо сложнее, гораздо дороже, потому что вы решили, что надо все переделать, но, увы и ах, надо сохранять информацию, которую пользователи уже внесли. Идея из серии, давайте мы годик проект поработал, потом выкинем все, прогоним всех пользователей, запустим заново, в два раза лучше, но примерно то же самое, и скажем, приходите к нам снова, она не работает. Еще раз, на первом этапе мы собираем информацию о том, какие у нас есть сущности, какие есть требования, собрали требования, собираем с действующие лица. Действующие лица это кто существует, кто чем занимается, кто с чем взаимодействует, какие требования к этим элементам, какие у них атрибуты и так далее. Потом формируется сама база данных, уже в виде схемы, и потом эта схема переводится в физическое представление в виде SQL-запроса. Так, значит, это касательно проектирования. Ну, почему вообще нужно на эту тему думать? Где можно допустить ошибки? Здесь есть такой простой пример. Вот, допустим, мы взяли и решили сделать маленькую простенькую базу данных, которая хранит в себе информацию о том, вот, решил я похудеть. Решил я похудеть и решил записывать, сколько, значит, я трачу на продукты, сколько я в конечном итоге съедаю калорий и так далее. Значит, здесь маленькая ремарка по данному слайду. Здесь предназумевается, что ниже записаны те же значения, что и вот здесь. То есть, как бы, здесь везде лобио, здесь везде борщ, здесь везде суп, ну и так далее. Просто, чтобы не, как бы, в кашу слайд не превращался, оно опущено. Значит, и вот такую простенькую табличку. То есть, блюдо, продукт, который, значит, туда пошел, сколько он обошелся в деньгах, сколько в нем калорий, сколько он весил, и вот такая вот замечательная табличка. Вроде бы, все хорошо на первый взгляд. Но возникает следующий неприятный момент. Ну, невооруженным взглядом видно, что эта таблица обладает некоторой избыточностью. То есть, информация о том, что готовилось из данного блюда, в общем-то, дублируется вот здесь, вот здесь по нескольку раз. Это не очень хорошо. Почему это плохо? Потому что, когда надо будет что-то где-то поменять, ну, к примеру, решили поменять виды блюд. Ну, вот суп, как бы, не нравится, хочу написать туда первое. Либо, например, в слове, там, было какое-то хитрое блюдо, название которого я записал с ошибкой, вот хочу ее переименовать. Мне придется везде его переименовать и везде проставить, значит, новое название. Если я где-то пропущу это дело, то возникает ситуация, когда мы имеем данные, одно и то же блюдо, в разных строчках называется по-разному. Сказать, какое из представлений верное, не получается. То есть, мы видим, что у нас с одной стороны записано, там, субхарчо через дефис, там, в другой строке субхарчо через пробел. Какое из этих написаний правильное, ну, можно взять словарик, найти, посмотреть, но это на уровне ручной обработки. Автоматически выявить практически не получается. Вот ситуация, когда база содержит все противоречивые данные, называется аномалией. Вот в данном случае речь идет про аномалии избыточности. Потом, вот еще один момент неприятный. Это, значит, здесь есть блюдо, здесь есть продукт, здесь есть цена. Я решил сходить в магазин, закупил с продуктами. Купил себе мешок картошки. Хорошо, прекрасно. Я не могу его вписать в эту таблицу. Почему? Потому что я еще из него ничего не приготовил. То есть, мне нужно придумать какое-то блюдо для этого мешка картошки. Мешок картошки я могу грызть достаточно долго, деньги я на него уже потратил, а в таблицу я его вписать корректно не могу. Потом, даже если вот, вот это тоже хороший момент, аномалии вставки. Когда вот у нас есть данные, и мы не можем их добавить по причине того, что они тянут за собой другие данные, которых у нас на данный момент еще нет. Я не знаю, что я собираюсь готовить. Далее. Я решил, что вот, решил приготовить суп, там, макароны по-флотски, например. Вписал блюда, вписал ингредиенты, пошел в магазин, какого там продукта не купил, возвращаюсь, хочу это удалить. И получается такая ситуация, что нахожу все макароны по-флотски, и если я в этот день уже готовил макароны по-флотски, то внезапно возникает ситуация, что то, что я собираюсь приготовить, то, что я приготовил, оно получается и то, и то макароны, и то, и то, относится к тому и тому же виду второе блюдо, и дата одинакова. Где начинается то, что я уже съел, и где заканчивается то, что я уже съел, и начинается то, что я собирался приготовить, тоже нету. Непонятно. Это вот. И опять-таки, если я удаляю информацию о всех вот этих вот блюдах, о тех же самых макаронах по-флотски, то я теряю информацию о том, что я потратил деньги на продукты. То есть возникает еще и аномалия удаления. Чтобы таких вот аномалий не было, есть ряд определенных правил. Взываются они нормализация. Нормализация, это так, у меня было на это проектирование. Сейчас, 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 нет, рано. Так, нормализация. Значит, суть нормализации сводится к тому, чтобы удалить избыточность данных из базы, чтобы каждый элемент встречался только один раз. Чтобы не было вот этих вот странных связей, когда я не могу добавить продукты, не добавив блюда, не могу добавить блюда, не добавив продукты и так далее. То есть, чтобы база данных содержала структуру, которая себе, ну, не могла содержать в себе непротиворечивые данные. Противоречивые данные. То есть, структура базы должна сама подталкивать к тому, чтобы быть корректной. Так, значит, на чем пример возьмем? Возьмем простой пример, это вот список книг, форум, тема форума, пользователи форума и комментарии. Вот такая вот простая конструкция БД. На ней сейчас будем разбирать все вопросы нормализации. Значит, структура таблиц тем. Начнем с нее. Значит, темы у нас есть. И вот темы, которые создавали различные писатели в нашем вымышленном форуме. Пушкин, Руслан и Людмила. Значит, Тургенев, отцы и дети и так далее. Значит, если посмотреть на эту таблицу тем, то у нас здесь нету ключа. В принципе, у нас нету потенциального ключа для данной темы. То есть нет никакого набора полей, которые бы гласили, что эта строка – это именно эта строка. Ну, то есть, если вы помните, то в реляционных БД у нас нет порядка изначально. То есть все записи – это множество. Вот. И технически у нас может существовать две темы, которые будут абсолютно одинаковые. Они будут иметь одинаковый заголовок, одинаковую дату, одинакового автора, одинаковый, значит, e-mail этого несчастного автора, одинаковый текст, одинаковую оценку и одинаковое количество ответов. Вот ничто не мешает. Взял человек, создал две темы с одинаковым названием подряд. И мы получили ровно такую ситуацию. То есть потенциального ключа у данной таблицы нету. Если его нет, его нужно создать. Создается отдельное поле, которое будет являться идентификатором записи. То есть берем и говорим, что вот у нас будет первичный ключ. То есть первичный ключ – это либо какой-то вот первичным ключом назначается какой-то потенциальный ключ, либо берется суррогатный ключ. Суррогатный ключ – это в большинстве случаев автоинкремент. Какое-то число, которое за пределами базы данных не значит ничего. В нашем случае мы добавляем столбик topic ID, который будет по сути своей являться идентификатором поста. Теперь у нас не может быть два одинаковых поста с одинаковым topic ID. Topic ID не будут отличаться. И если кто-то создаст две одинаковых темы подряд, то у них будет разный topic ID. Мы всегда можем сказать, что это он создал раньше, это он создал позже. И соответственно, количество и ответы можем цеплять как к одной, как к другой. Теперь пользователи. Значит, у нас были темы, у нас теперь есть пользователи. Что мы с ними собираемся делать, как мы их собираемся хранить. Значит, вот у нас есть такая вот формочка. Где есть e-mail, пароль, имя пользователя, дата его регистрации, какие у него есть привилегии, какие ему доступны разделы. Такая вот простая формочка. И нам нужно удалить. И мы это сформировали в виде вот такой таблички, что у нас есть пользователь Лев Николаевич Толстой, у него такой-то e-mail, пароль 5 звездочек, очень легко подбирается. Значит, зарегистрирован он был в 1828 году. Значит, у него есть привилегии администратор и модератор на разделы новостей и фут. Вот такая вот замечательная табличка. Надо из этой таблички удалить избыточность. Значит, касательно ключа. Начнем с ключа. С ключом все более-менее просто. Тут у нас есть хороший потенциальный ключ, это e-mail. Будем считать, что вот он, такой вот. Теперь пошли дальше. Первая нормальная форма. Значит, процесс удаления избыточности называется нормализацией. Он формальный, формализован. Не к тому, что к нему надо подходить формально, он формализован. И есть несколько нормальных форм. Мы рассмотрим первые четыре. Значит, первая нормальная форма гласит, что каждое поле должно в себе хранить только одно значение. Здесь, если посмотреть, у нас с поля привилегии разделы, где есть, они хранят по нескольку значений. То есть, здесь явно два раздела, здесь тоже явно две привилегии, и здесь два раздела. Это нехорошо. И оно разделяется на составные части. То есть, мы берем и просто дублируем строчку, добавляя на каждое. Есть еще один момент, он на данном слайде не предоставлен. Допустим, когда у нас есть поле, которое можно разбить на две части, например, фамилия и имя. Иногда имеет смысл для удаления... Первая нормальная форма в некоторых случаях требует, чтобы фамилия была отдельная, имя было отдельно. Тут надо понимать, что доводить до фанатизма вот этого дробления не имеет никакого смысла, потому что, например, в случае с именами можно попасть в неприятную ситуацию. Например, придет человек, вам надо заполнить фамилию, имя, отчество. Три столбика. И придет к вам кто-нибудь и скажет, как вас зовут? Он. Ортос Фрадис Энрике. Что здесь фамилия, что здесь имя, что здесь отчество? В общем-то, непонятно совершенно. Когда-то я знал ответ на этот вопрос, но я, к сожалению, забыл. Теперь и я не знаю, но вот фамилия не запомнилась. Помню, что отчества там не было. И, соответственно, дробление имеет смысл только в том случае, если это действительно важно для приложения. Также, например, если у вас есть таблица, в которой хранится пользовательский конфиг, например, на лотах была отдельная таблица, она сохранила в себе настройки пользователя. С клиента присылаются настройки пользователя. По факту это был такой JSON-подобный. JSON-подобные данные. Теоретически можно сказать, что да, там несколько значений, и разбить их на составные части в рамках базы данных. Но с точки зрения сервера, это просто набор байт. То есть, все, что требуется, это проверить, что он действительно валидный. Ну, валидный в контексте того, что его можно прочитать, и он будет, ну, похож на правду. Синтаксических ошибок не содержит. И все. И сохранить как есть. То есть, дробить имеет смысл только то, что имеет смысл в рамках данного приложения. Если у вас приложение, допустим, формирует письма, и в этих письмах оно говорит, здравствуйте, а дальше имя, и идет так далее, а в некоторых более там, более используется именно фамилия, имя, используется полностью фамилия, имя, отчество, в некоторых случаях, допустим, из имени, отчества инициалы получаются, тогда, да, тогда имеет смысл устраивать вот это вот разрезание полей на составные части, но, опять-таки, это только если для приложения действительно важно, что оно разбивается на составные части. То есть, в большинстве случаев какой-то практической пользы от того, что вместо телефонного номера будете хранить код страны, код города, телефонный номер, добавочный номер, какой-то пользы вы не получите, а проблемы при вводе данных вполне. Можно спросить? Да. Получается, мы потеряли на уникальный сайт Маймон? Нет. В рамках пользователя e-mail как был первичным ключом, ну, как был ключом, так и остался. Проблема в данном случае в том, что запись идентифицировать действительно уже нельзя. ну, первичным ключом здесь как такового нет. Мы выполнили условия первой нормальной формы, но в целом, да, схема поганенькая. У нас еще три нормальных формы, и в конце все будет гораздо лучше. Не надо торопиться. Так. Значит, вторая нормальная форма, она гласит, что значит, ну, все нормальные формы, они начинаются с того, что данная нормальная форма удовлетворяется только тогда, когда удовлетворяется предыдущая нормальная форма, и вот. Соответственно, вторая нормальная форма удовлетворяет первую нормальную форму, и каждый неключевой атрибут зависит от потенциального ключа. То есть в данном случае как раз надо избавиться от вот этой вот явной проблемы с множеством записи. То есть у нас что произошло? Сейчас. Здесь, значит, привилегии и разделы, они в общем-то, это вот, значит, первая часть, доступ явно. Доступ зависит от e-mail, и здесь, соответственно, данные пользователя тоже зависят от e-mail. И вот это вот дублирование как раз избавляется вынесением в отдельную таблицу. То есть у нас остается табличка с данными по пользователям, и у нас отдельно остается табличка с доступами. И мы как раз вот вернулись к наличию первичного ключа в рамках информации о пользователе. Привилегии у нас, в общем-то, это получается ссылка на пользователя. То есть как раз вторая нормальная форма нам вернула ключ. Так, третья нормальная форма, значит, когда мы удовлетворяем вторую нормальную форму, и когда у нас отсутствуют транзитивные зависимости. Что имеется в виду? Значит, суть вот в чем. У нас есть здесь топики, которые создал персонаж, и у нас есть... То есть вот эта вот информация, она относится именно к топику. Автор, он присутствует в топике, но тем не менее он относится к пользователю. Поэтому его отсюда надо ликвидировать. То есть во второй форме мы вернули ключ на место, а здесь мы разделили независимые части на две разные таблицы. То есть да, они лежали вместе, но по сути это совершенно разные вещи. У нас может быть пользователь без топиков, и вот, чтобы он мог существовать без топиков, оно выносится отдельно. И четвертая нормальная форма. Вот. У нас не должно быть нетривиальных многозначных зависимостей. Тут ситуация вот в чем. Если посмотреть первый слайд, когда была нарисована формочка, там видно, что мы выставляем отдельно привилегии и отдельно раздел. И привилегии, они относятся ко всем разделам. Разделы, соответственно, получают все привилегии, которые... Ну, то есть все перечисленные разделы данного пользователя получают все перечисленные привилегии для данного пользователя. Хранение в таком виде не удовлетворяет этому условию, как минимум по той простой причине, что мы можем какую-то строчку либо вырезать, либо добавить и получить ситуацию, когда у нас не будет удовлетворяться вот это вот условие, что все привилегии... Все привилегии данного пользователя соответствуют всем разделам данного пользователя. Мы можем поломать эту систему. И это тоже делится на две части. Пример, то есть я считаю, что именно можно вспомнить. Как вам показать? Ну смотри. Все, сейчас вернемся. Так, вот, у нас есть толстой. С чего мы начали? Самое главное. Админ, модератор. Здесь мы выбрали админ, модератор. И разделы. И у него на новости food. Нет, плохой пример немножечко. Ну ладно. У нас сверху, допустим, вот это пустое поле. У него привилегии админ, модератор и разделы новости юмор. Он будет администратором в юморе, будет администратором в новостях. Будет модератором в новостях, модератором в юморе. Теперь, если у нас вот такая конструкция, у нас должны быть записи. Модератор юмор, модератор новость, администратор новости, администратор юмор. Если мы одну из этих строчек забудем, например, у нас не будет строчки администратор юмор, то мы получим ситуацию, которую через исходную форму задать не получится. То есть база данных попадет в состояние, которое не запланировано системой. Если их вот так, ну, раздробить подобным образом, то такой проблемы уже быть не может. Так, значит, как связи? Значит, если у нас есть таблички, таблицы могут... Запись, одна запись может ссылаться на другую запись. Записи бывают разных видов. В основном они отличаются, ну, то есть их классифицируют по количеству. Значит, один к одному. Самый простой вариант. Есть одна запись, есть другая запись. Значит, строчка, которая, значит, содержит в себе идентификатор. Например, пользователь с идентификатором, там, Вася с идентификатором 23. И другая запись, которая на него ссылается. Там будет, я не знаю, Маша, ссылается, значит, на пользователь с идентификатором 23. У неё есть отдельный столбик, где написано муж, условно говоря, и там стоит число 23. Вот это типичный вариант ссылки. Один к одному, получается, в какой ситуации? Когда на поле, которое содержит в себе значение со ссылкой, висит условие уникальности. Вот. Тогда получается, что у нас не может быть более чем одной ссылки на запись. Значит, ну, далее. В большинстве своём запись, ссылку один к одному, ну, в чистом виде она не существует. Почему? Потому что кто-то должен быть добавлен первым. То есть, получается, один к не более чем одному. Значит, для чего оно используется? Оно используется в основном для разбивки каких-либо больших таблиц на несколько более маленьких. То есть, у нас есть информация о пользователе, мы хотим прицепить аватарку. Вот у него дали ему вот те, не более одной аватарки, и вот она лежит отдельно, это аватарка. Так, там, данные по картинке, они большие, толстые, вообще лежат отдельно. Либо ещё какие-то вещи, например... Ну, ладно, шут с ним. Один ко многим. Всё то же самое, только ссылаться может не одна запись, а более чем одна запись. То есть, ну, например, у нас есть группа студентов, и на неё ссылается куча студентов в качестве, значит, учеников этой группы. В случаях, значит, многие к одному всё то же самое, только наоборот. Меняем местами оба элемента и получаем вариант один ко многим. Многие ко многим, эта связь обычно идёт через какую-то третью таблицу, которая идёт вот как связующее звено. То есть... Ладно, так, дальше пошли. То есть, допустим, сейчас хороший пример хочу подобрать. Вот если брать, например, ситуацию, когда у нас может быть многожёнство и многомужество, где-то я даже термин подобный встречал, специально искал, не нашёл страны, которая в данный момент это практикует. Но раньше такое действительно было. Вот, то, собственно, в ситуации, когда вот такая шведская семья получается, свидетельство о браке может как раз являться вот этим вот звеном, через который осуществляется вот эта связь многих ко многим. Теперь перейдём к SQL. Сами таблички понятно, что из себя представляют. Теперь как их создать? Значит, в реляционных субэдэ традиционно используется SQL-синтаксис. Ему уже, наверное, лет 30 как. И он позволяет создавать таблицы, объявлять, значит, их структуру, всячески модифицировать их значения и запрашивать из них параметры. Значит, SQL-запросы для модификации схемы и для работы с данными, они имеют разное название. Для модификации схем они называются Data Definition Language, DDL. Для модификации просмотра Data Modification Language, DML. Вот Create Table, создание таблицы, это как бы яркий пример, типичный вот Data Definition Language. Значит, если зайти на любой сайт, посвященный субэдэ, посмотреть синтаксис вот этих вот команд, то мы увидим примерно вот такую вот простынку. Значит, здесь приведен синтаксис для Postgres. Вкратце пройдусь по параметрам, которые у нас есть. Значит, первое. Создание таблицы. Ну, Create Table, в общем-то, понятно. Из полезного модификатора. Если таблицы не существуют. Если помните, на прошлой лекции была речь про импонентное изменение базы данных при миграции. Вот как раз при помощи создать таблицу, если она не существует, многие пытаются сделать вот такую плавную миграцию одним большим мегаскриптом. Создать таблицу, если не существует, временная таблица. Временная таблица используется только в ситуации, когда нужно положить туда данные, забрать данные. Отличаются они от остальных таблиц тем, что после завершения сессии они исчезают, удаляются автоматически, они не хранятся долго. Вы ее создали, видите ее только вы, и кроме вас никто с ней работать не может. Как только вы отключились от СУБД, таблица исчезла. Все, ее больше не существует. Значит, то есть это вот базовые параметры таблицы. Таблица, ну создать временную, либо нелагируемую таблицу, если она не существует, имя таблицы. Потом перечисляются различные конструкции этой таблицы. Значит, что туда входит? Туда входят столбики, которые в ней есть. Туда входят констрейны. Туда можно записать вместо столбцов информацию, ну создай таблицу, как вот эта. То есть по образу и подобию другой. Наследование. В Postgres есть наследование таблиц. Они решили перенести объектно-ориентированное программирование на синтаксе, ну на СУБД. Я не очень положительно отношусь к этой идее. И с практической точки зрения наследование таблиц используется в основном для партиционирования. Мы к этому вернемся несколько попозже. Вот. Значит, параметры хранилища. Что будет происходить с временной таблицей, когда произойдет коммит, и в каком пространстве имен создается таблица. Значит, по поводу столбцов и констрейнов. Значит, констрейны — это ограничения. Суть ограничений — сделать так, указать, каким условием должна удовлетворять СУБД, чтобы при попытке добавить некорректные данные, нам просто не дали этого сделать. Значит, ограничения могут быть именованными, если мы очень хотим. Значит, самое простое ограничение — не null, nullable default, not null понятно, в столбике не может быть нуля. Нул, в общем-то, тоже понятно, в столбике может быть ноль. Ну, точнее, не ноль, нул. Default — это можно задать значение, которое будет, если явно его не указали, прописано в этот столбик. Значит, и, собственно, это констрейны, которые относятся к самому полю. Дальше — к кортежу. Check. И какое-либо выражение. Выражение — это любое выражение, которое должно быть истинно на момент вставки записи. Например, мы записываем, мы говорим, что у нас есть таблица, и в ней есть две ссылки. У нас есть предмет в базе данных, условно говоря, хранится какой-то вот, какая-то шмотка игровая, и она может храниться либо одета на игрока, либо у него в сумке лежать. У него есть идентификатор сумки, идентификатор, значит, слота. И мы говорим, что у нас условие Check верно, только в том случае, если только одно из этих полей не ноль. То есть оно всегда хотя бы одно должно быть не ноль. Точнее, не хотя бы оно, ровно одно. То есть оно либо в сумке, либо одето. Вот третьего не дано. Вот это, соответственно, можно делать в рамках Check. Uniqueur. Уникальный constraint — это данное поле может быть только в единственном экземпляре. Другого такого значения на эту таблицу быть не может. Например, e-mail. Мы сохраняем пользователей, у каждого пользователя e-mail. Второго пользователя с таким же e-mail добавлять нельзя. Я все-таки рекомендую использовать в качестве первичных ключей суррогатный ключ, в качестве, ну, то есть автоинкремента и прочее. Почему? Потому что, ну, это потенциальный ключ, но лучше его в качестве первичного не использовать. Почему? Потому что вряд ли у вас будет очень много пользователей. И количество этих пользователей будет не влезать в 4 байта. То есть шансов мало. Еще меньше вероятности, что у вас будет много пользователей, настолько много пользователей, что количество пользователей не будет влезать 8 байт и вы значит выйдете за размеры in 64 вот а вероятность того что у вас будут пользователи с длинными и мэйлами она крайне высока потом наверняка возникнет ситуация когда выяснится что кому-то кто-то вот случайно кто-то решил поменять email и везде где у нас есть эти несчастные email и ссылки на пользователя придется перебивать эти емейлы то есть в качестве первичного ключа предпочтительно использовать чиселка потому что она маленькая и чиселка которая ничего в рамках данной субады не значит ну то есть это вот и у ними не несет смысловой нагрузки потому что если поле несет мысловую нагрузку очень велика вероятность что кому-то понадобится его поменять вычищать вот эти вот ссылки как показывает практика очень больно то есть лучше числа которые не имеют смысла за пределами ну то есть ну который просто число идентификатор на есть идентификатор так значит уникальность primary key какое-то поле лучше всего чтобы было primary key субады об этом лучше знать первичный ключ используется в индексах он использует ну как идентификатор записи он используется в foreign key как идентификатор записи поэтому лучше чтобы он был иначе субады его начнет сама выдумывать и не всегда это хорошо естественно может только один так референс это ссылки на другие таблицы то есть мы говорим например что у ребенка всегда должны быть родители мы говорим что утопика всегда должен быть автор мы говорим что у игрового персонажа должен быть обязательно игрок что игровая шмотка должна быть привязана к игровому персонажу то есть и так далее то есть вот эти все вещи они хорошо регулировать и через constrain значит ссылка references куда ссылаемся на кого на какую таблицу здесь какая-то другая таблица столбик на который мы ссылаемся столбик на который мы ссылаемся он должен быть такого же типа как этот столбик который ссылается match full match patio match simple в рамках одного столбца никакого смысла не имеет match patio зачеркнуто потому что она не поддерживается матч full это если референс ссылка содержится несколько столбцов то либо все столбцы должны значит иметь значение имеет и ссылаться на какое-то другое ну на существующую запись либо они все должны быть null match simple либо они все должны иметь значение ссылаться на какую-то существующую запись либо хотя бы одно из них должно иметь null по дефолту match simple почему не знаю что делать если удалится запись на которую идет ссылка возможны разные варианты что делать если обновиться запись на которую идет ссылка опять-таки разные варианты о них мы чуть попозже поговорим deferable not deferable initial deferred и initial immediate что это такое это в некоторых случаях мы начнем простое immediate ли мы добавляем запись и на момент добавления она должна существовать запись на которой мы ссылаемся должно существовать в некоторых случаях мы хотим добавлять записи а потом по факту подтверждения транзакции то есть мы несколько операций выполняем но не хотим следовать ему порядку то есть мы допустим сначала добавляем детей потом добавляем родителей говорим что все мы закончили значит эту пачку изменений и происходит проверка целостности и запись данных вот ситуация когда проверка целостности происходит на момент подтверждения это deferable это deferred изменения если мы хотим чтобы данный столбик поддерживал вот этот вот вариант с постфактум проверкой целостности его надо явно пометить как deferable так это были констрейны на столбик абсолютно аналогичную табличку за исключением наверное вот этих вот четырех вот ну точнее трех not now now default здесь соответственно все примерно то же самое чек уже знакомые выражения можно сказать что он не наследуется уникальность первичный ключ вторичный вторичный ключ вторичный ключ это вот как раз референс то есть мы говорим что мы создаем ссылку как foreign key столбик references имя таблицы вот в предыдущем в случае когда мы к колонке прицепляем задавать его не надо потому что и так понимается что речь идет о текущей колонке текущая колонка ссылается здесь мы можем задать одну или несколько колонок собственно так такие вот столбики дальше какие варианты бывают в случае ссылку вот у нас если посмотреть у нас есть он делит он апдейт возможно следующие варианты действий первое но экшен но экшен это очень простой вариант когда если у нас нету родитель ну если у нас есть дочерняя запись мы пытаемся удалить родительскую мы ничего делать мы говорим что все ошибка нельзя не пущать restrict почти то же самое что новый экшен только в отличие от но экшен не может быть дифферену каскад если мы удаляем родительскую запись мы удаляем все дочерние записи set null удаляем родительскую запись помечаем дочернюю запись как сирота c default удаляем родительскую запись в дочернюю запись записываем какое-то вот значение по умолчанию причем это значение по умолчанию должно существовать какой-то существующей родительской запись это практически синонима только в отличие от но у экшена restrict не может быть дефирма он всегда выполняется на момент операции и и нельзя отложить на конец транзакции транзакция либо целиком принимается либо не целиком разница в следующем например мы берем начинаем транзакцию удаляем начинаем транзакцию и говорим что мы будем постфактум дело все проверки удаляем родителя удаляем ребенка говорим подтвердить транзакцию удалили родители удалили всех детей разными операциями у нас операция прошла почему потому что на момент подтверждения транзакции детей уже нет все хорошо в случае с restrict начинаем транзакцию говорим что мы потом значит будем делать все проверки удаляем родителя дети есть все транзакции сразу откатывается. Соответственно, в случае с no action, если мы удалили родителей, не удалили детей, сказали подтвердить транзакцию, нам говорят, что типа нельзя, есть дочерние записи. Пример всего этого безобразия. Создание таблицы в фильме. Код, имя столбика, тип, constrain, именованный, и имя constrain и primary key. Если мы не хотим, чтобы он был именованным, мы можем просто написать тип, primary key. Title, значение, not null. По умолчанию, nullable. Date, period, date, ничего не указано, он будет nullable. Kind, в арчарде 10, ничего не указано, будет nullable. Длина, лен, интервал, от часов до минут. EMDB, это код, код в этом тоже, в арчар, ну, здесь явно указано, что он nullable. Constraint, уникюя, уникюя, и поле EMDB уникально. Значит, маленький момент по поводу уникальности. Если вы помните, то null никогда не равен null. в контексте уникальности это имеет следующее свойство. В данной таблице, например, у нас может быть любое количество фильмов, которые имеют пустой EMDB. Пустой не в смысле пустая строка, а в смысле null. Мы их можем добавить в любое призвольное количество, несмотря на то, что оно должно быть уникально. Но добавить два фильма с одинаковым EMDB 1, 2, 3 мы уже не можем. Ну, здесь немножко вот другой. Primary Key, Default. Default будет равен вот значению nextValSerial. Значит, name, varchar, notNull, чек и условия, что name не равно пустой строке. Сейчас, одна минута. Значит, по поводу дефолта, важная ремарка. Когда указывается выражение, это выражение будет вычисляться в момент добавления записи. То есть, не так, что у нас есть sequence, который имеет гордое имя serial, и в момент создания таблицы вычислиться nextVal, оттуда вынется число 1, и дальше все записи будут получать значение 1. А в момент добавления записи в поле distributors.id.did будет попадать в значение, полученное по выражению nextValSerial. зачем constrain'ам давать имена? Это достаточно хороший вопрос. Если constrain'у не давать имена, то он будет получать имена по умолчанию. в принципе, это кажется достаточно хорошей идеей. То есть, мы создали таблицу, создали какой-то набор constrain'ов, потом вот, все хорошо, мы не писали лишних букв. Значит, проблемой это становится, когда база очень долго живет, и выясняется, что нам нужно удалить constrain. И если у нас constrain' был неименованный, то у него есть какое-то имя. Мы это имя не знаем. И удалить его трудно. Надо сначала какими-то обходными путями получить его имя, а потом сделать его удаление либо изменение. Проблемой в данном случае является то, что в зависимости от того, какую историю прошла эта база данных, в каком порядке какие обновления приходили, обновления схемы приходили, какие были скрипты миграции, на какой версии она создавалась, на какой версии были обновления скриптов миграции, можно получить ситуацию, когда у вас есть две базы данных с одинаковой структурой, но за счет вот этих вот особенностей жизни у них constrain'ы имеют разные имена. Поэтому constrain'ы, которые относятся к индексам, к индексам, к уникальности, к foreign key'ам, лучше явно задавать. То есть, велика вероятность, что потом их придется каким-то образом поменять, и чтобы не было мучительно больно, лучше задать их сразу. Ну, foreign key'ам, обладает следующей особенностью. Когда запись добавляется, нужно проверить наличие родителя. Для проверки наличия родителя некоторые с UBD при создании constrain'а создают также индекс. То есть, вы добавляете дочернюю запись, дочерняя запись ссылается на родителя с идентификатором 42. Вам нужно проверить, а есть ли родитель с идентификатором 42. Значит, если есть индекс, то очень просто. Берем, идем в индекс, смотрим, если есть там запись с идентификатором 42, то все хорошо. Индекс это вот некое подобие оглавления на книге. Взяли, посмотрели, вот предметный указатель, нашли, все хорошо. Если индекса нет, тогда единственный способ узнать, а есть ли такая запись, это взять и прошерстить всю книгу, значит, по всей, вот от и до. И в этой, Postgres, при создании foreign key индексы не создает, индексы надо создавать отдельно. Это неожиданно в некоторых случаях, но есть такая особенность. Некоторые другие с UBD создают индексы. К примеру, MyScoilic создает. Так, AlterTable. Мы создали таблицу, мы хотим ее поменять. Поменять именно структуру, не содержимое, а именно структуру. Для того, чтобы поменять структуру таблицы, используется запрос AlterTable. Я его не стал приводить весь, мне было жалко шрифта. Уменьшать его втрое я еще не хотел. Там куча разных модификаций, что можно с ней сделать. Можно переименовать столбики, добавить новые столбики, удалить столбики, добавить constraint, удалить constraint. В общем, полный простор для творчества. Что хотелось бы отметить специально? Отметить специально хотелось бы одну простую вещь. изменение таблицы. У вас есть таблица, занимает она для простоты 20 гигабайт. Вы говорите, а давайте мы добавим столбик. Что произойдет в этой ситуации? Как вы думаете? Вот. Значит, в этой ситуации возможно два варианта. Первый вариант. Вы говорите, мы добавляем столбец, и этот столбец наобл. Этот столбец наобл, и значения по умолчанию у него нет. В такой ситуации подраз берет и говорит, у нас есть столбец, столбец наобл. Наобл значения мы не храним в базе данных. И данные менять для того, чтобы добавить наобл столбец не нужно. Он меняет метаданные таблицы, говорит, что теперь у нее есть столбик, который наобл, и все. Поменять метаданные это достаточно дешевая операция. Значит, если вы добавляете столбец, который not null, с дефолтом, то значение надо вписать. Для того, чтобы вписать значение в таблицу, которая имеет размер 20 гигабайт, нужно пройтись и перезаписать 20 гигабайт данных. время, которое затрачивается для вот этих разных операций, оно достаточно существенно разнится. То есть, одно дело, поменять метаданные, почти мгновенно, другое дело, перезаписать 20 гигабайт, что, в общем-то, не мгновенно. Чудес не бывает. Значит, в случае, если мы, то есть, ну, понятно, что переименование таблицы, они, как бы, один alter table, он и есть, alter table, а в случае, если мы делаем какие-то операции насчет внутри таблицы, то их можно записывать через запятушку достаточно много. То есть, добавить один столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик, удалить, они будут выполняться не последовательно, а конвейером. То есть, если, взять, записать alter table distributions add column address varchar 30 одной командой и потом другой, значит, alter table distribution там drop column address то, кстати, наверное, не очень удачный пример, вот, то, в общем-то, если выполнить команды последовательно, они будут, если выполнить два раза команды, которые действительно меняют данные в таблице, то сначала она пройдет, добавит столбец, то сначала он пройдет, добавит столбец, потом мы второй alter table в него закидываем, он пройдет и добавит еще один столбец и каждый раз перезаписывает всю таблицу. если ему скормить через запятую, то они будут выполнены одной операцией, то есть он сразу добавит два столбца. Соответственно, alter table лучше группировать, это достаточно полезная опция. Следующий момент. группировка alter table более-менее понятна. По поводу удаления столбиков. Удаление столбиков подвержено примерно такому же принципу, как и добавление на лбу столбцов. То есть если мы его удаляем, оно просто отмечается в метаданных, что данный столбец пустой никому не нужен, он не используется, и всё. Поменялись метаданные, сама таблица не поменялась. То есть если у вас была таблица 20 гигабайт, в ней длинное поле с текстом, таблица с постами, и длинное поле, таблица с пользователями на 20 гигабайт, в ней длинное поле с аватаркой, вы сказали drop column avatar, то она как была 20 гигабайт, так в общем-то и останется. То есть столбик удалится мгновенно, да, всё хорошо, всё замечательно, но меньше она от этого не стала. Вот, чтобы, то есть она со временем похудеет, но это займёт некоторое время. Столбцы, строчки, которые принудительно обновляются, они будут терять эту информацию о в них будут зачищаться информация про из удалённых столбцов. Вот. если сделать drop-restrict, то соответственно она удалится сразу, но с перезаписью. То есть придётся ждать. Но тут, как говорится, либо мы хотим освободить место и подождать, либо хотим выполнить операцию быстро, но тем не менее у нас будут какие-то паразитные данные. так, что ещё? Ну, здесь, в общем-то, ничего особо интересного больше-то и нет. В некоторых ситуациях мы хотим в столбец загнать какие-то данные. Ну, кстати, вот он, этот слайд. Сейчас, вот он, вот он, вот, using. Значит, сейчас, setData это необязательная часть, то есть мы можем поменять столбик, имя, необязательно setData, потом тип указать и using. Что происходит? У вас есть столбец, который имеет какое-то значение. Ну, в нашем случае, допустим, timestamp with timezone. И мы хотим в этот столбик поместить какое-то значение. например, самый простой, самый распространенный вариант использования setData, когда нам нужно либо разбить столбец на 2, либо поменять ему тип. Но тип поменять мы просто вот простым кастом не можем. То есть мы можем сказать, когда у нас есть столбик, допустим, int32, что отныне ты будешь не int32, а int64. Все очень просто. 32-битный легко преобразуется в 64-битный, никаких потерь нет, все хорошо, все здорово, все замечательно. Если мы, допустим, хотим сказать, что у нас есть табличка, в этой табличке есть, скажем, время в секундах от начала эпох, то есть от 1970-го года, а хотим, чтобы там лежало более вразумительное дата-время, то штатного каста по умолчанию, который преобразует вот этот вот int в чиселку, ну, в дату, нету, в некоторых с UBD происходит следующее. Мы делаем alter table, добавляем столбец, потом говорим update, обновляем всю таблицу и заносим значит на базе старого столбца значение в новый столбец, потом делаем еще один alter table и удаляем старый столбец. Вот, в подраз, чтобы не заниматься вот всей вот этой вот машинерией, есть возможность сказать, что столбец будет принимать значение согласно какому-то выражению. Ну, например, здесь мы говорим, что мы добавляем столбец, ставим стенд, ну, у нас есть столбец с таймстемп какое-то дата-время, мы говорим, что он будет иметь тип таймстемп виз таймзона и в него мы поместим вот это значение. Значение посчитаем из вот старого значения фу таймстемп, которое у него когда-то было, которое было интолом. То есть у него будет другой тип и пересчитать значение, привести значение из старого состояния в новое по такому-то выражению. Вот. В принципе, это позволяет очень сильно экономить на вот количестве запросов, которые нужно выполнить насчет базы данных. Причем, самое интересное в этой конструкции то, что вот эта цепочка, она может быть достаточно длинной. То есть, можно сказать, что мы добавляем столбец, помещаем в него вот using, через using помещаем в него какие-то данные, потом, значит, их как-то можем дальше перекладывать вот в рамках этого же alter table и в конце удалить этот столбец. То есть, использовать, по сути, как переменную. Значит, alter table, create table, с этим все понятно более-менее, надеюсь. Что делать? вот мы насоздавали таблиц, все хорошо, все прекрасно, а что мы насоздавали? То есть, понавыполняли кучу create table, понавыполняли кучу alter table, что-то удалили, что-то добавили, а что у нас там сейчас-то творится в принципе? Вот, чтобы выяснить, какие данные, какая структура у текущей базы данных, существует отдельная схема, называется information схема. Значит, в рамках СУБД схема это, по сути, такой namespace для таблиц. То есть, их может быть несколько разных. Изначально по умолчанию используется namespace public, также есть ряд системных namespaces, среди которых, например, information схема. В information схеме в виде таблиц лежит информация о том, какая в данный момент у нас структура базы. Вот, там лежат все атрибуты, все типы, которые есть, все триггера, все представления, все секвенсы, все таблицы, все-все-все. Вот, например, список таблиц внезапно можно посмотреть в таблице с именем tables. список столбиков их можно в таблице columns. Для каждой таблицы, к примеру, если хотите, потом посмотрите дома, что конкретно лежит под information схемой, сейчас просто посмотрим, ну, вкратце про таблицы и про columns. Tables. В tables лежит информация о том, какой каталог. каталог это текущая база. Что это вообще? Схема, собственно, namespace, в котором эта таблица. То есть, имя таблицы, тип таблицы, ссылается ли она сама на себя, как типизирована, не типизирована она, какие действия в случае коммита для временных таблиц. вся вот эта информация видна там. Ее можно посмотреть, иногда бывает это очень полезно. И в контексте столбиков там гораздо больше данных. Отдельная информация о таблице. Это пространство имен, в котором она живет, название таблицы, к которой относится колонка, название самой колонки, позиция колонки в таблице, значение по умолчанию, nullable, не nullable, данные по референсу, данные по уникальности, ссылается ли данная колонка на эту же таблицу и так далее. На базе вот этой информацион схемы можно посмотреть, что лежит в базе. В частности, для чего это используется, к примеру. Если вы запустите какое-нибудь средство визуального доступа к СУБД, которое рисует вот эти таблички, показывает список таблиц, колонок и так далее, автодополнения и прочее, значит, ништяки имеет, то информацию о структуре БД она берет именно из информацион схемы, именно оттуда. Иногда бывает полезно после миграции вот у нас был механизм миграции, который позволял накатывать обновления и накатывать последнюю версию без обновлений. то есть, просто последняя версия с одной стороны и отдельно процесс, который накатывает обновления. И за счет выбора данных по информацион схеме мы сравнивали, например, если мы берем первую версию и накатываем на нее все обновления, либо берем сразу последнюю версию, они вообще совпадают между собой. То есть, соответствует ли последняя версия, полученная обновлением первой степ-бай-степ тому, что лежит у нас в актуальной последней версии. Потом некоторые средства делают проверку на базе информацион схема, собственно говоря, а соответствует ли схема базы данных, ожидаемой. То есть, Hibernate, к примеру, умеет проверять, соответственно, может ли данная база использоваться для тех типов, которые объявил программист внутри кода. То есть, вообще, в принципе, оно корректно или можно сразу сказать, что все, таблиц не хватает, столбцов не хватает и вообще мы с этим работать не можем. выборка данных. Схема создана, какие-то данные есть, мы хотим делать запросы. Значит, для работы с OVD используется Data Modification Language, то есть, просмотр, именно оперирование с данными, то есть, Create Table, Alter Table, это Data Definition, это Data Modification. Значит, их всего четыре. Select, Update, Insert, Delete. Select, выборка данных, Update, обновление данных, Delete, удаление данных, Insert, соответственно, добавление. Значит, они друг на друга завязаны, то есть, их можно использовать в Select, Insert и так далее, но весьма специфично выглядят по синтексису. Мне иногда кажется, что люди, которые разрабатывали эти команды, между собой, ну, команды Select, Update, Insert, Delete, они между собой слабо общались, то есть, они так вот, на первый взгляд, очень сильно отличаются по синтексису. Значит, начнем с Select, это выборка данных. WIS. WIS позволяет объявить какую-то часть в качестве под, ну, именованной сущности, то есть, какой-то запрос там внутри. В частности, мы можем, например, делать выборку из текущего, из свежедобавленных данных или делать выборку с данными, которые получили, из данных, которые получили в результате обновления. Можем делать рекурсивные запросы. Значит, Select, All, Distinct. По умолчанию выбираются все записи. Distinct говорит о том, что будут убираться доули. То есть, если у нас какие-то две одинаковые, два одинаковых кортежа, то будет только один. Если у нас два кортежа со значением нул, то мы увидим только один. Ну, у которого все нам. То мы из них увидим только один. Далее. Звездочка либо список выражений, которые мы собираемся получить. From это откуда. V условие, которое будет применяться для фильтрации записей. Grow by группировка. Having условие, которое будет, по которым будет отсекаться результат группировки. Union, Intersect, Except это объединение, пересечение, исключение. Но в основном используется union и у union интересная особенность. Тут два варианта. Либо All, либо Distinct. По умолчанию используется Distinct. То есть, если вы делаете выборку из одной таблицы, выборку и объединяете с выборкой из другой таблицы, то вы потеряете дубликаты. По умолчанию. Если просто использовать union. То есть, это как раз из реликционной алгебры операция объединения. В том виде, в каком она была придумана. То, что теряются дубликаты, это в общем-то спорное решение и это резко контрастирует с поведением по умолчанию для всех остальных команд. То есть, в большинстве случаев дубликаты остаются. Union это единственная команда, которая их по умолчанию убирает. Я настоятельно рекомендую везде, где вы использоваться, писать не просто union, а union all. Почему? Потому что убирание дубликатов это не бесплатная операция, которая идет, требует отдельных ресурсов. Так. Значит, union. После union, а может быть, другой select. Order by. Это сортировка. Да. А если сделать union all, допустим, двух таблиц, где есть знак для колонки, у меня получается будет дублирование и снова колонки, но, если будут две эти колонки или они наводят, чтобы они работают? Колонки. Но, допустим, колонки с названием , например, third-in-person и мы хотим сделать union all. Эти колонки не повторяются. Нет. Это не произведение, это объединение. То есть, сначала данные из одной таблицы, потом данные из другой таблицы. А если данные из другой таблицы? В случае, если union просто, ну, если таблицу самой с собой объединить, к примеру, то в случае с union по умолчанию будет результат таблицы без дубликатов. Он может быть меньше, чем сама таблица. А если union all? Два раза увидим результат таблицы. так, значит, order by это сортировка, лимит ограничение количества данных, то есть, мы, допустим, хотим получить стол записей. При помощи лимита мы можем ограничить размер выборки. Значит, offset это в паре с лимитом используется для того, чтобы получить, допустим, n записи не с первой, а с какой-то другой позиции. Ну, то есть, по сути, разбивка на странице. Так, fetch это синоним лимита по сути своей. For update это говорим о том, что потом мы эти данные собираемся менять, то есть, на них нужно взять блокировку. Ну, сейчас подробнее пройдемся по всем вот этим вот частям. Их достаточно много. Значит, from. Конструкция from может в себе держать как обычные таблицы постоянные, которые есть на диске, так временные таблицы, которые видны только нам, но для нас, пока мы не прервали соединения с BD, они ничем не отличаются принципиально от обычных таблиц. Так и представление view. Некоторые выражения внутри SQL способны возвращать данные, но тем не менее не могут участвовать в from. Например, insert и update. Insert может вернуть набор добавленных строк, update может вернуть результат после обновления, delete может вернуть результат того, что было до удаления. данные, которые он удалил. Внутри from ни то, ни другое, ни третье использоваться не может. Я подозреваю, что это было сделано из соображения безопасности. Чтобы в случае попадания, если получится искольная инъекция, в from нельзя было дописать деструктивных действий. Значит, внутри вис использовать можно. V фильтры. Ну, здесь простые выражения, равно не равно, больше меньше меньше больше. По битовой и логической операции O and not выражение между A между XY интервал задается включающий обе границы. то есть A between 2 4 включает в себя будет целые числа какие? 2, 3, 4. In находится внутри множества, а это сравнение по маске. Это стандартные выражения, которые можно использовать внутри V. значит like использует маску, в которой символ подчеркивания это любой символ, символ процента это любое количество любых символов. Такая непривычная маска, но тем не менее. Вот, это стандартные фильтры, стандартные выражения. Внутри можно также использовать любые арифметические операции, которые есть, но вот конкретно данные отличаются тем, что они достаточно ну то есть они во-первых есть в любой СУБД, а во-вторых о них знает персональный оптимизатор. То есть оптимизатор ничего не знает про сложение. Если вы скажете, что там А плюс Б меньше С, то для него А плюс Б это какая-то магия, которая потом будет вычислять. Но он знает, что меньше это в общем-то меньше. И если вы напишите А меньше Б, то он может использовать для этих целей индекс. Ну, например, выбрать всех персонажей, у которых идентификатор отдела внутри множества. Select достаточно простая понятная конструкция В. То есть это фильтрация записи, которые будут обработаны. Да. В. 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 Второй строчке он экспрешен, который после действий. Ну, сейчас, дай бог памяти. Это достаточно специфический синтаксис. можно перечислить то же самое, что и звездочка, только он. Ну, по сути, отдельная форма записи. Нет, грубо. Select, Distinct. И Distinct это, короче говоря, мы говорим о том, что мы хотим убрать дубликаты. И здесь мы можем перечислить поля, по которым мы хотим убрать дубликаты. В большинстве случаев это практической пользы не имеет, потому что участвуют в случае, если мы хотим убрать дубликаты, участвуют все поля, которые перечислены вот ниже в выборке. Если мы хотим выбрать уникальность и какие-то поля, которые еще не попали в результат, которые мы хотим, чтобы учитывалось при поиске дубликатов, но при этом мы не хотим его видеть в результате, тогда мы можем перечислить здесь. Практической пользы я, честно говоря, в этом не вижу. То есть такая... Тут много веселого легоси на самом деле. Это, например, если взять fetch, вот, просто, то first и next не делают ничего. join'ы. Внутри from можно указать join'ы. Join'ов куча разных видов. Значит, есть join inner join. Что такое join? Join'ы соединения двух таблиц. То есть мы берем, говорим, таблица A и хотим соединить ее с таблицей B. У нас есть какое-то условие. Условие столбики, ну, условие это какое-то выражение. То есть, например, идентификатор родителя у ребенка равен идентификатору записи у родителя. Вот. Есть несколько видов поведения join'ов. Это inner join, когда идет пересечение. Значит, левый join, вот он классический, и правый join. Левый от правого отличаются, в общем, они симметричны. Left join, когда у нас есть все записи из левой таблицы и те записи из правой таблицы, которые соответствуют записям из левой таблицы. Если в правой таблице у нас записи нет, вместо нее будет null. Справа это абсолютно симметричная конструкция. Значит, ну, отдельно full join, когда у нас выбираются все записи из обоих таблиц, вне зависимости от того, есть ли соответствующая запись. и отдельно, значит, три варианта, которые не имеют специального названия, это вот, ну, просто они тут для комплекта нарисованы, как эти, можно различные варианты выборки получить. какой из них по умолчанию исходим? Они все синтактически разные. Нет, если написать просто join, то по умолчанию какой? по умолчанию cross? Ой, да. Ой, нет, ну, ну, да, центральный inner join. Cross join, если не указано условие связывания, то есть, когда просто перечислены две таблицы через запятую, в общем-то, можно сказать, что это вариант совсем по умолчанию, то есть, например, по умолчанию некуда. Вот это вариант cross. Когда у нас будут все записи A, для каждой записи из таблицы A будет полностью повторяться таблица B. с перемножения. А так, они все синтаксически разные, поэтому говорить про умолчание тут, в общем-то, сложно. Если просто join, то это будет центральный inner join. То есть, это вот, я не знаю, видно, не видно. это вот центральный вариант. вот этот. Значит, если добавить left, мы получим вот этот вариант, если добавить right, получим вот этот. Про join мы подробно будем говорить на следующем занятии. Собственно, как они пишутся, как они используются, ну, то есть, будем разные запросы составлять именно, чтобы они были с разными вариантами объединения. Так, значит, иногда в качестве выражения нам нужно делать какие-то вот, ну, то есть, не само значение интересует, а делать какую-то вилку условной операции. Условных операций, в общем-то, самых распространенных три. Был, четыре. Кейс, с этим все понятно. Это, по сути своей, и выражение if-else, 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 if-else. То есть, case, when, если вот это условие выполняется, то будем вот это значение. И вот это вот when, then может много-много-много-много раз повторяться. Else, в случае, если ни одно условие не подошло, срабатывает первое подошедшее. Null if. Если выражение value1 null, то будет выражение value2. value2. Grades list это взять наибольшее, наименьшее. Соответственно. Ну вот примерчик. 1, 2, другое. Так. GrowBuy. когда нужно произвести какую-то агрегацию данных. Ну там, посчитать сумму, посчитать среднее, найти максимум, найти минимум. Вот. По какому-то набору полей. То есть, не минимум вообще, а минимум в рамках какой-то группы. Ну, нужно найти список сотрудников, и нужно найти, допустим, средний возраст человека в отделе. Вот. В этой ситуации для группировки по, ну вот, для группировки по отделу используется конструкция GrowBuy. Например, у нас есть вот такая вот табличка. Есть сотрудники, имена, отделы, и их, скажем так, крутость, что ли, я не знаю, как перевести по-человечески. Вот. Мы хотим узнать в рамках отдела сколько сотрудников, какого уровня у нас есть. Запрос будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Значит, выборка, поля, которые мы хотим получить на выходе, это уровень сотрудника, отдел, количество записей, откуда мы их выбираем, GrowBuy для группировки. Группировка будет происходить по полям уровень сотрудника и отдел. Если оставить запрос на таком уровне без order by, то он, скорее всего, выведет ровно в таком же порядке. Но это не обязательно. Если мы хотим еще и отсортировать, чтобы порядок был фиксированный, то мы должны явно указать сортировку. То есть, и отсортировать по уровню и отделу. у нас в результате выяснится, что 4 сотрудника уровня А в отделе кадров и у айтишников один. Как работает GrowBuy, понятно, нет? Почему именно такой результат из вот такой таблички получился? Что дублируется? GrowBuy или OrderBy? GrowBuy для группировки. OrderBy полезен, чтобы получить одинаковый порядок. GrowBy сам по себе порядок записи не гарантирует. То есть, ему сказано обеспечить группировку, он обеспечит группировку. Возможно, для этого он воспользуется сортировкой, действительно выдаст их в ожидаемом нам порядке, но этого никто не обещает. Count звездочка количество записей, которые попадают под группу. Количество записей в рамках группы. Count звездочка count это количество записей, которые попадают в группу, звездочка это все записи. А можно опустить группой в интернете? Нет. Если опустить GrowBy, то непонятно, по какому критерию должно считаться количество. Собственно говоря, важный момент. В результате запроса в Select можно использовать только те поля, которые перечислены внутри GrowBy. то есть если есть хотя бы один агрегат, то мы можем внутри Select использовать только те поля, которые перечислены в GrowBy. Иначе запрос будет считаться некорректным. В данном случае есть одна ловушка, например, MySQL. Этого не требует. Он может использовать, можно использовать любые поля в Select по умолчанию. То есть допустим сделать Select Grade Department Count звездочка From Employer GrowBy Grade. И тогда у нас будут здесь Grade, здесь А вот здесь вот какая запись попадет из этих двух, одному богу известно. Гарантий никакой. Так, агрегаты. Агрегаты бывают разные. Их много, они бывают достаточно веселые. И в общем-то с ними все более-менее просто. Select, потом агрегат. Внутри агрегата возможны интересные особенности. То есть задать. Первое All Distinct, потом выражение и Order By. например, для некоторых агрегатов важен порядок, в котором значения попадают, учитываются этим агрегатом. Ну, в частности, например, вот, конкатенация через запятушку. Здесь имена будут идти через запятую именно по порядку алфавита. Вот. Если мы хотим, чтобы в рамках агрегата учитывались не все записи, то мы можем сказать фильтр и задать дополнительные условия. То есть тогда под данный агрегат попадут не все записи. Значит, количество список полей и звездочка. В чем разница? Звездочка подсчитывает именно количество строк. Ну, количество кортежей, которые в результате. Если указано поле, то подсчитывается количество кортежей, у которых данное поле не null. Например, здесь вот среднее age и если ну в среднее будут попадать, будут учитываться только те персонажи, у которых возраст не null. В count будут учитываться все персонажи, у которых возраст между 13 и 19. Если здесь написать count age, то будут учитываться только те, у которых age, ну, подсчитываться в количестве только те, у которых age не null. Count звездочка и count и поле это на самом деле разные операции, они выглядят одинаково, но это разные операции. Когда мы получаем результат данной выборки, мы можем получать в конечном итоге поля по порядку, то есть дай нам первый столбец результата, дай нам второй столбец результата, дай нам третий столбец результата, когда мы программно обрабатываем этот результат, в некоторых случаях это не очень удобно и хочется иметь именование какое-то человеческое. Если имя не задано явно, будет взято либо имя поле, будет сформировано имя на основании выражения, которое попадает в данный конкретный столбец. В случае, если там просто имя поле, то есть select id from, тогда будет имя столбца. Если же там более сложное выражение, то вот например как здесь, то будет непонятно что. То есть какое-то имя будет, но какое не очень ясно. Если мы хотим какое-то конкретное имя, то есть например вместо имени, которое будет сгенерировано на базе этой строки, мы можем обращаться к нему просто тинц. Значит агрегаторы. Ну я думаю все примерно понятно. ArrayArg это сформировать массив значений. Отдельная ремарка по Postgres в том, что Postgres представляет кучу интересных типов данных. То есть помимо стандартных строк, int, ну строк, чисел, булевых значений у него есть еще массивы. У него есть еще JSON, у него есть еще XML и есть еще через отдельное дополнение географические типы данных. И в частности но по крайней мере массива у него есть из коробки. array aggregation позволяет формировать из элементов которые попали в агрегат массив. Иногда это позволяет делать достаточно тесные фокусы. Average среднее, минимум максимум тут сложно что-то напутать, сумма ой сумма точнее, count это count звездочка это количество кортежей, count expression количество не null значений, bitend сделать и побитогое, bitor побитогое или, bullend, bullor соответственно логическое и логическое или. И еще из более экзотических вариантов это JSON то есть то же самое только не массив получается на выходе, а JSON. JSON JSON B. Есть отдельно конкатенация строк и формирование XML. XML агрегат он весьма забавный, он на вход получает тоже XML. после того, как мы получили, сгруппировали записи, иногда нам нужны не все записи, а только удовлетворяющие какому-то условию. Вот в VA записать критерий, по которому мы будем отсекать записи после группировки нельзя, потому что VA выполняется до группировки. Ну, логически. VA отсекает записи, которые попадают на группировку. Вот после группировки отдельное слово, оно по сути своей аналогично VA, называется having. То есть что у нас здесь будет? Получить все отделы уровень сотрудника, для которых количество этих сотрудников в общем-то больше трех. Вот в рамках данной группы. Да. вот вверх запросе нельзя в каунтах хранить, чтобы он каждого страны и там бы два раза считать как раз или нет? Так, насчет того, сколько раз он будет считаться. Это не определено. значит, строго говоря, сколько раз будет считаться каунт для каждого элемента, то есть при выполнении запроса это зависит сугубо от СУБД. В данном конкретном случае в хевинг пойдет уже посчитанный каунт. Да, то есть он не будет его пересчитывать каждый раз для каждого набора записи. Вот. А если меньше трех, то меньше либра равно? Ну, оно так же сработает. Та же самая логика. А что? М? Ну, это будет меньше либра на трех? Выведет для тех, у кого меньше либра равно трех. Тут никак никакой магии нету. То есть, ну, по сути своей возьмется результат выполнения вот этого запроса, ну, не фактически это произойдет, а именно с точки зрения того, как оно будет логически выглядеть. Результат выполнения вот этого запроса, из него отсекутся все записи, у которых каунт звездочка был меньше трех. Ну, меньше либра. То есть, технически это будет эквивалентно вот этому запросу. Здесь вместо хевинг лучше написать в. я, по крайней мере, хотел это сделать, но забыл, опечатался. Так, то есть, по сути своей вот эта конструкция выглядит, работает эквивалентно вот этой. Если условия grow by отсутствуют, хевинг и в делают абсолютно одно и то же. Буква а после закрывающей скобки. Без нее работать не будет. значит, ситуация следующая. Здесь явно указан под запрос. То есть, вот вот эта вот конструкция внутренняя называется под запрос. Значит, мы делаем выборку из под запроса from под запрос и под запрос он не имеет никакого имени. Ему нужно дать какое-то имя, иначе его нельзя указать from. Ему нужно явно назначить имя. И здесь ему дается алиас a. Алиас нужно назначить, он должен быть какой-то. В данном случае это не имеет какого-то особого смысла, потому что у нас один под запрос используется. То есть, в случае, если у нас используются две таблицы, то с алиасом понятно, мы без алиаса не можем их отличать. Здесь это не имеет особого смысла, но тем не менее это является обязательным требованием при формировании скольд-запроса. Надо указать алиас. Поэтому вот это буква a. Можно написать более длинно, можно вместо a написать s.a. Но тем не менее. Вот. И здесь условие, по которому отсекается результат под запроса. То есть, вот, employee кнт вернет какое-то значение, здесь отсечение идет. Having и where в данном случае будут вестись одинаково. Я, честно говоря, хотел написать where, но так получилось. Сортировка. Ну, то есть, я хотел написать where, но в данном случае оно все равно будет работать. Оно будет работать и будет выдавать тот же самый результат. Почему? Потому что grow by отсутствует. то есть, без grow by having и where делают одно и то же. Абсолютно одно и то же. Ничего не меняется. Так. Сортировка. Если мы хотим получить результат в каком-то фиксированном порядке, а не полагаться на волю случая, то надо указать в каком. Указывается это при помощи конструкции order by. То есть, выборка откуда и как сортируем. Указать можно несколько полей. Для каждого поля можно указать разный порядок сортировки. По возрастанию и по убыванию. По умолчанию используется порядок по возрастанию. Далее. Отдельно можно задать, где у нас будут null-значения. В начале списка или в конце. То есть, они будут большими или маленькими. Вот. По умолчанию при сортировке null ведет себя так, как будто он больше других значений. Вот. Можно написать вот следующим образом, к примеру. Выбрать записи AB, отсортировать их по сумме AB и по значению C. Причем, само значение C не выводится. Вот. В качестве выражения, по которому идет сортировка, можно указать не только само выражение. Вот именно там имена полей, можно само выражение. можно еще указать алиас, под которым будет выводиться поле, либо порядковый номер этого поля. Например, мы можем указать select A плюс B как сумма, ну, а сумм, и значение C. From Table 1. И отсортировать по сумму. То есть, сумму это в данном случае вот эта вот часть. здесь select A max B From Table Grow By A order By 1. 1, соответственно, это первый столбец. Сортировать по константе смысла нет никакого. Поэтому считается, можно, поэтому позволяется просто указать номер столбца. Та же самая история с Grow By. в Grow By тоже можно указать порядковый номер столбца. То есть, Grow By 1, 2 и так далее. Смешивать синтаксис, вот, как бы, алиас, ну, использовать алиас внутри выражения нельзя. То есть, если мы напишем вот такую конструкцию сумм плюс C, то сумм это в данном случае алиас вот этот, и он может использоваться только сам по себе. Он не, его нельзя использовать внутри выражений. То есть, так писать нельзя, а вот а плюс б плюс C писать можно. Лимит. Значит, в некоторых ситуациях мы не хотим получить всю информацию из выборки. нам нужно только какое-то количество записей. Ну, самый простой пример, вот у нас есть рейтинг кинофильмов и нас интересует топ-100. Нам глубоко неинтересно, кто находится на 10728 месте, а вот топ-100 нам видеть хочется. при этом с точки зрения СУБД, ну, с точки зрения выполнения запросов крайне полезно дать СУБД информацию о том, сколько мы хотим получить столбиков. Почему? Потому что, ну, строг, почему? Потому что в некоторых ситуациях стратегия для выборки всего набора данных и первого количества первых записей может быть разной. Ну, приведу пример. Допустим, мы хотим получить все записи, отсортированные по какому-то полю, ну, там, я не знаю, всех сотрудников, отсортированных по возрасту в организации. Вот, индекса по возрасту у нас нет, и в этой ситуации самая быстрая стратегия будет с точки зрения СУБД взять список всех сотрудников, всех их отсортировать и отдавать по очереди. Если мы хотим взять только первую запись из этого списка и укажем ему, что нам нужен только один сотрудник, то самая эффективная стратегия будет пройтись по всему списку и найти просто с наименьшим возрастом. Она всего одна. Сортировать не надо. То есть с точки зрения СУБД алгоритм, который позволяет достичь результата, может быть разным в зависимости от того, какое количество записей мы хотим получить. Поэтому если мы знаем, сколько мы хотим записи получить, имеет смысл об этом сообщить. Для того, чтобы ограничить количество выдаваемых записей, в стандарте есть метод. Вы хотите метод, их есть у меня. Появился он в 2003 SQL и выглядит примерно вот так вот. Надо отметить, что это достаточно многословная запись. Суть сводится к следующему. Используются оконные функции. Внутри есть запрос и оконная функция номер строки. Номер строки сам по себе никакой смысловой нагрузки не имеет. Вот понятие номера. Поскольку значит в чем в чем проблема? Проблема в том, что порядка у нас нет. у нас множество, у нас не таблица, у нас именно что? Множество кортежей. И кортежи находятся там в каком порядке кортежи к нам попадут в общем-то никому неведомо. Если мы явно порядок не задали, то порядок не определен. Поскольку порядок не определен, такая вещь как номер строки она тоже лишена смысла. Поэтому говорится, что мы хотим номер строки по порядку и по порядку возраста. И всю многослойную конструкцию мы хотим видеть, как под алиасом ровный номер. Ну и дальше идентификатор персонажа, его имя и возраст. Сделали. Теперь у нас в результате выполнения этого подзапроса будет множество записей, у которых будет еще отдельная чиселка. Чиселка это будет номер строки. А дальше уже мы делаем select из данного подзапроса, в котором ограничиваем номер строки. Понятно, как оно работает? Да. Нет. Оптимизатор достаточно умный, чтобы понять, чего от него хотят. У него есть определенные шаблоны, которые он умеет интерпретировать, и он понимает в данном случае, что нам нужны первые 10 строк. Поэтому внутренний запрос не будет обрабатывать всю таблицу. Запрос не выполняется в лоб, там достаточно сложная машинка стоит, чтобы понять, на каком этапе можно срезать углы. Вот. Это, соответственно, ровный номер в строке. Есть еще одна веселая вещь. То есть оконных функций, их много, много разных. Я советую посмотреть дома, какие они есть. Ну, есть, например, функция ранг. Отличается от роунумбер тем, что роунумбер это номер строки по порядку 1, 2, 3, 4, 5, 6, а ранг он будет одинаков для одинаковых значений. То есть он поменяется только тогда, когда это порядковый номер первого уникального значения из данной группы. То есть, например, у нас есть люди, у которых возраст там 3 годика, 3 годика, 5, 7, 7, ну и условно говоря 8. Вот. Здесь ранг будет 1, здесь ранг будет тоже 1, здесь ранг будет 3, здесь ранг будет 4, здесь ранг будет 4, здесь ранг будет 6. То есть ранг, а это раунд онберг сейчас будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разница между этими двумя операциями понятна, нет? То есть, а? по возрастанию либо по убыванию, аскендинг, дискендинг. Аскендинг по возрастанию, это значение, это поведение по умолчанию, дискендинг по убыванию. Разница между ранг и раунд номер понятна? Да. Первое значение для уникальной. Возраст 3, значение первое уникальное, 1. Здесь повторяется значение, соответственно, будет такой же, как у этого, 1. 5. Уникальное, соответственно, номер позиции получается, 3. 7. Отличается от 5, соответственно, у нас новое, ну, тоже номер позиции, 4. 7. Совпадает с 7-кой, ну, с предыдущей, соответственно, остается прежним, 4. 8. Ну, уникальное значение, поэтому номер позиции. Потому что ASK. Если было бы ДЕСК, пришлось бы от дедушек и бабушек идти, соответственно, к детскому садику. А тут в обратную сторону. перед тем, как мы выполняем вот эти действия, он перед этим ассортирован, Перед агрегатом. Ну, условно говоря, да. А это вот САК, он тоже добавился в 2000 недавно? Ну, я бы не сказал, что это совсем-совсем недавно. Нет, для ассортированных данных нет, А? Нужен какой-то порядок. Какой-то порядок нужен, его надо задать. Явно. Получить случайный порядок это отдельная история. Там начинаются всякие хитрые кульбиты с сортировкой по случайным числам и так далее. order by random. Ну, кроме шуток. Так, значит, ну, с этим понятно. Да, интересный момент. Если брать ранг, то количество записи, которое может получиться, оно может быть больше 10. понятна почему? Отлично. Так, дальше пошли. без овер нельзя. Нельзя. Надо указать. Порядок надо указать. Значит, это как делается по стандарту. Значит, если вспомнить, то SQL начинался со стандарта SQL89. 14 лет каким-то непостижимым образом задача разбивки на странице все равно решалась. Решалась она следующим образом. был введен специфический синтаксис. Кстати, вот эту операцию оконных функций, то есть вот эти вот row number, rank и компания, их до сих пор поддерживают не все с UBD. То есть, если, например, взять MySQL, то он не поддерживает ни тот, ни второй. Ну, оконные функции не поддерживают и, судя по всему, вряд ли когда-либо будет. Значит, чтобы делать разбивку на странице до этого момента была сделана простая вещь. Были реализованы определенные расширения стандарта, то есть дополнительные параметры селекта, которые позволяют дробить на странице. Ну, лимит 10 записей с 20-й позиции. Это вот в MySQL такой простой синтакси. Select from limit offset. Значит, в IBM-овской DB2 page page first and rows only. При этом я уже говорил, что first здесь не значит, не несет никакой смысловой нагрузки, rows only тоже. То есть, это такие вот слова, не знаю, зачем они их добавили. Вот, но суть в том, что есть конструкции, которые позволяют сделать разбивку на странице без сложных оконных функций. Postgres поддерживает область синтаксиса. Он и так умеет, и так. Иногда это бывает полезно. Ну, по крайней мере, это проще запомнить. Еще один важный момент. Это проще запомнить, но, например, функцию rank таким способом симулировать гораздо сложнее. Так, если вспомнить синтаксис команды select, то первой строкой была команда, был слог with. Я расскажу о ней в последнюю очередь. Значит, она позволяет делать следующее. Она позволяет дать какую-то какие-то именованные подзапросы, ну, то есть, именованные запросы внутри, ну, объявить именованные запросы и использовать их внутри select. Значит, от подзапроса это отличается двумя вещами. Первое. Значит, виз внутри себя может использовать, кроме select, еще delete, update и insert. В подзапросе использовать delete, update, insert нельзя. И оптимизатор с ним работает по-другому. Для него это отдельная сущность. Он не пытается анализировать весь запрос целиком. Он отдельно обрабатывает виз, отдельно обрабатывает select. поэтому надо быть аккуратным. достаточно сильно испортить производительность на ровном месте, хотя, казалось бы, только увеличиваем, пытаемся увеличить читаемость. Значит, применений два. Первое, это выделение каких-либо частей, ну, например, здесь. Что здесь происходит? Мы делаем select. Selectим мы из-под запроса, где вот регион из topregions. Topregions это у нас именованный под запрос, ну, по сути, как под функция. Select region from region sales и дальше какой-то where, где берется количество продаж больше, чем 10% от общего количества продаж. Region sales, в свою очередь, объявлен отдельно. Это, собственно, дробление запроса на части. И еще один вариант это рекурсивные подзапросы. Что тут происходит? Значит, в плосгрессе даже не так. В SQL изначально были большие проблемы с рекурсивными запросами. То есть, если у нас есть какое-то дерево, мы можем легко выбрать один уровень дерева, мы можем выбрать какое-то количество ограниченное этих уровней через join, но на произвольную глубину идти мы не можем. Это не поддерживалось. потом через некоторое время в стандарт ввели рекурсивные подзапросы. Их опять-таки поддерживают далеко не все. Как эта конструкция выглядит? Значит, мы говорим, что он будет, данный подзапрос будет рекурсивным. И объявляем ему какое-то имя. на выходе мы выдаем идентификатор, идентификатор родителя, уровень name. Это output. Дальше. Следующим блоком идет первая строка запроса. Собственно, не первая, а вот нулевое состояние. С чего начинается запрос? то есть начало. То есть мы получаем идентификатор родителя, нулевой уровень и название для тех, у кого нет родителя. Такое простое условие. Потом идет union all. Union all, в данном случае, это не union в классическом смысле SQL. Это не объединение, это специальная строка, которая говорит о том, что дальше будет рекурсивная часть запроса. То есть если в обычном SQL можно брать вот этот вот кусок с union и спокойно его менять местами, то здесь этого делать нельзя, потому что здесь начало, а дальше идет рекурсивная часть. Мы выбираем из дерева идентификатор родителя, уровень на единичку увеличиваем и название. Уровень у нас возьмется из рекурсивной и прицепляем к тому, что мы получили выше на предыдущем запуске. На предыдущем запуске у нас идентификатор будет равен как раз являться родителям для текущих записей. Уровень здесь не сказано откуда, но поскольку в таблице 3 такого поля нету, оно будет взято единственная таблица где оно есть это РТ. Представьте, мы получим примерно вот такую выборку. Корневые записи России и США, дальше идет город первого уровня, Москва, Нью-Йорк, Вашингтон, и потом записи второго уровня Бутова. Если посмотреть исходную табличку, из которой была эта выборка, то можно заметить два интересных момента. Первое, если убрать столбец level, то мы как раз увидим исходную таблицу. Второе, Бутова внезапно оказалась под Вашингтоном. Почему так получилось? Так получилось потому, что нам обещали, что этот запрос будет выполнен рекурсивно. Да, SQL нам этого обещает, и он сдержал свое слово. А про то, в каком порядке записи будут выведены, он нам ничего не обещал. Соответственно, с одной стороны, мы получили рекурсивный обход по всей этой табличке, но никакой полезной информации, кроме уровня, мы не извлекли. То есть, да, мы знаем, что Бутова у нас находится на втором уровне вложенности, на третьем. И все. Значит, можно сделать следующий трюк. можно собрать путь, который будет использоваться, ну, и вывести, собственно, сам путь до записи. То есть, вся та же самая запись. Значит, мы берем запрос и говорим, что у нас на выходе будет идентификатор, путь, название, идентификатор, путь будет изначально пустой, изначально путь равен самому идентификатору для записи верхнего уровня. Название, собственно, само название. Вот. Это у нас начальная точка. Значит, и джойним строчки, добавляя к пути идентификатор самой строки. На выходе мы выведем массивчик, который у нас есть путь, путь у нас получается массив intop. Через точку. в виде строки. Я вопрос не понял. RT это алиас для рекрусив 3. Откуда берем, под каким алиасом? Откуда берем, под каким алиасом? Алиас RT идентификатор. Мы явно вынуждены указывать алиас, потому что у нас и в дереве, и в рекрусив 3 есть поле со значением ID. если мы не укажем алиас, то у нас непонятно откуда оно должно взяться. Вот такой вот запрос. Значит, из интересного, что здесь еще можно сказать? Вот эта конструкция должна быть достаточно любопытной. Здесь строка с фигурными скобками и явный каст к массиву интов. То есть две точки внутри позгаса это явно говорит о том, как трактовать эту строчку, какого она типа. Вот. И мы получим примерно вот такой вот результат. Кстати, на предыдущем сайте там вот А там вот не должно быть Нью-Йорк и Вашингтон и в другую это парень. Не, почему? Нью-Йорк один в Вашингтон. Да, пардон. Но парень должен быть двоечка. Это косяк. Ну, заполнение табличек иногда копипаста табличек иногда влечет за собой неприятные эффекты. Вот. То есть здесь уже в общем-то все те же самые данные, только можно обратить внимание, что Бутова переместилась поближе к Москве. Вот. Значит, еще любопытный момент. Здесь сортировка идет ордер-байпас не по вот этому строковому представлению, а именно по массивам. То есть сравниваются между собой массивы. Это в частности значит следующий момент. Если у нас здесь где-то добавится еще одна страна с номером 10, какой-нибудь Уругвай, с идентификатором 10, то эта страна попадет не между Россией и США, а в конец. Потому что сравниваются именно массивы. Строки здесь выводятся для удобства. Они специально превращаются в строчку. Так, ну ладно, продолжим. Добавление данных. Insert. Добавление данных в принципе достаточно простая операция. Insert, Inter, имя таблицы. Потом идет набор несколько вариантов возможно. Первый значит список столбцов. И дальше опциональный список столбцов. По умолчанию столбцы будут перечислены ровно так же, как они перечислены в таблице. Либо Default Values. Это мы добавляем строчку, которая целиком и полностью содержит значение по умолчанию. Ни разу не понадобилось. Values. Это можно указать значение строки. Скобочка открывается, значение первого столбца, значение второго столбца, значение третьего столбца. Если мы хотим, чтобы попало значение по умолчанию внутрь столбца, мы пишем Default. Если мы хотим, чтобы несколько строк одновременно добавить, скобочку закрываем, запятая, новая строка. И так много-много-много кортеджей. Либо можно вместо Default Values вместо Values указать запрос insert inter список полей select from. select список полей from. Он конфликт. Это ситуация следующая. В некоторой ситуации, допустим, у нас есть уникальное поле. Уникальное поле, которое гласит за собой, например, у нас есть база, в которой учитываются голоса за, скажем, пост какой-то. И мы говорим, что мы хотим добавить новую запись. Если запись уже существует, ну, то есть, если пользователь, допустим, уже проголосовал, мы хотим поменять его голос. Вот. Мы тогда делаем, что insert, в случае конфликта обновить запись с номером, с голосом. То есть, добавить, если запись уже есть и не может быть добавлена, обновить ее, выполнить какое-либо действие. Значит, действия могут быть ничего не делать, либо, соответственно, произвести обновление записи. Значит, если не указан он конфликт, то в случае, если запись не может быть добавлена, будет возвращена ошибка. Ну, пример добавления. Insert Enter, фильм, дальше, поля, код, title, идентификатор, дата, дата выпуска, тип, значение, вернуть звездочка. я крайне рекомендую не опускать вот эту часть при выполнении insert, не полагаться на порядок записей, которые внутри таблицы, потому что в случае модификации таблицы через alter table поля добавляются в конец. и возникает ситуация, что в результате разных телодвижений порядок полей может меняться. поэтому лучше его задавать явно. Это не то, чтобы очень много писать надо, но по крайней мере оно работает надежнее. Returning звездочка позволяет получить перечень добавленных записей. При этом важная деталь insert вернет не только те записи, которые не только те данные, которые здесь перечислены, но вообще все поля, которые присутствуют у фильма. То есть если у него есть primary case, который получает значение по автоинкременту, мы его узнаем. Записи будут возвращены в том же порядке, в котором они были добавлены. А в данном случае логично возвращать только ID? Тогда можно писать retuning ID. Потому что иначе у нас очень много данных возвращает излишнего в некоторых случаях. Можно явно указать столбец, который мы хотим получить. Returning ID вполне хорошая вещь. Для получения последнего добавленного поля в Java, когда используется gdbc, драйвер постгресса при выполнении запроса на постгрессе добавляет в конец returning ID. Так. Ну, здесь пример того, как можно добавить записи просто из select. А можно спросить, если мы намечаем ошибки и неправильный данный видит, получается, как мы узнаем о пошивке? Например, там not null, а мы null указали. Exception? Exception? Да. В большинстве языков программирования есть exception, они вам скажут, что беда. Ну, либо как-то еще, либо через return code, либо через exception, то есть там зависит от конкретной реализации API. Не пройдет вся транзакция, да? Да. Да, еще момент. он конфликт распространяется только на constraint и по уникальности. Если у вас было null значение, ну, то есть not null значение, вы пытались добавить null, то он конфликт вас не спасет. Транзакция будет отменена, будет ошибка. так. Ну, вот еще пример добавления. Insert into distributions, id name 5, 6, on конфликт id до update. Excluded в данном случае это специальное имя, специальный алиас, которые получают значения, которые были отклонены. То есть добавить запись, если есть запись с таким же идентификатором, то заменить ей имя, название. Ну, добавить, если уже есть, ничего не делать. Так, обновление. Update, в общем-то, достаточно просто по себе. Update, имя таблицы, столбцы, set, столбец, значение, столбец, значение, столбец, значение. Либо можно сказать, чтобы from, это если update получает данные из другой таблицы, ну, то есть это аналог джойна. если данные из другой таблицы используются для апдейта. Ну, условия записи, которые обновляются. Return, в общем-то, действует ровно по тем же принципам, что и в insert. То есть он возвращает записи, которые получились после обновления. так, ну, например, как вы думаете, что произойдет в этом запросе? Да. Нет. Нет, в смысле, через запятую. там действительно по стандарту оба поля должны поменять местами. Да. Есть исключение. MySQL. Там, соответственно, оба поля получат значение колона им два. То есть имейте в виду, что в некоторых случаях эта конструкция работает по-разному. А? По стандарту же. Что? По стандарту поменять местами? Да. Мастер не приедет? Нет? Так, значит, снизу пример того, как обновить запись вот конкретными значениями, температуру увеличить, уменьшить, ну, поменять темп лол, темп хай, сбросить в дефолт пресс-сп, я не посмотрел на эту аббревиатуру, для города Сан-Франциско и вот такого-то дня. Вернуть после результата то, что получилось в конечном итоге. Столбцы темп лол, темп хай и еще один. вот такую конструкцию можно записать немножко по-другому. Заменить все три поля разом на вот это значение. Такой вот забавный синтексис. вопрос. Да. А если вы просто хотите переписать в себе первый случай, то Майска все равно помнят два, или основу? А он по-моему не поймет. А вернутся все подорожные? Все строки кого-то? В смысле все? Вернутся все строки у записей, которые попали под условие V. То есть если вы поменяли на то же самое значение, оно вернется. Если оно не попало под условие V, оно не вернется. Вот эта конструкция позволяет избавиться от вот такого безумия. Когда мы меняем FirstName и LastName на данные из другой таблички, вот так. Можно написать более красиво. Либо вот так. Update Accounts Set From Where и вот условие, по которому происходит отсоединение. То есть все три запроса делают одно и то же. Так. Delete удаление. С удалением все еще проще, чем со всеми остальными. он не меняет записи, он их просто удаляет. Delete From, имя таблицы, Using это аналог Where и дальше условия. Return возвращает записи, которые были удалены. Ну, то есть после удаления очевидно, что возвращать уже нечего. Он возвращает то, какими они были до удаления. ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, например, удалить из таблицы фильмы все. Значит, есть особый синтаксис для, особый вид запросов для вот таких вот конструкций. Тогда надо удалить все записи, абсолютно все. Транкейт. В чем разница? Зачем нужно было вводить отдельную операцию для удаления всех записей? Данная операция, она, с одной стороны, она удаляет записи крайне быстро, просто-таки. Она несколько по-другому ведет себя с каскадными ссылками. Например, если вы делаете Delete From Films и у вас есть актеры, которые в этих фильмах снимались, то связи актер-фильм, ну, нет, плохая вещь, допустим, киносеансы к этим фильмам привязаны, то киносеансы, которые привязаны к удаляемым фильмам, они будут удалены. Если есть какой-то киносеанс, если есть какой-то сеанс, который ссылается, допустим, не на фильм, а, скажем, у него нет ссылки на фильм, зато есть ссылка на что там такое может быть, на театральную постановку, то они останутся. Если делать Truncate и ему сказать каскад, то он удалит и все фильмы, и все, очистит таблицу с фильмами, и очистит все таблицы, которые на нее ссылаются, независимо, без разбора. Truncate не транзакционен, там есть исключения с транзакциями, он требует отдельных прав доступа, но если таблица большая, он выполняется почти мгновенно, в отличие от Delete. То есть Delete это честное удаление со всеми проверками и так далее. Результат после вот этих двух таблиц, команд, в общем-то, будет одинаков. Там и там будет пусто. Ну, DeleteFromFilms Where Kind не равно musical, DeleteFromTask Where Status Don return звездочка, получим все таски, которые были удалены. DeleteFromFilms Where ProducerInSelect это удаление связанных записей, достаточно такой классический способ. Либо DeleteFromFilms using имя таблицы и собственно связь. То есть вот эти два запроса делают одно и то же. Так. Мы добрались до хранения иерархических конструкций. Значит, самый простой способ хранить иерархические конструкции это метод смежных вершин. суть заключается в следующем. Есть запись, таблица, таблица ссылается сама на себя. У нее есть идентификатор, у нее есть родитель. Идентификатор и родитель ссылается на запись в этой же таблице. Таким образом получается дерево. Достаточно очевидный способ хранения. значит в чем проблема всего этого дела. Достаточно трудно вниз-вверх спускаться по данному дереву, когда то есть нужны либо рекурсивные запросы. Если рекурсивные запросы невозможны, тогда приходится городить по каким-то причинам, например, требуется обеспечить совместимость с другими СУБД, где их нет, то требуется городить огород с хранимыми процедурами, функциями, дополнительной логикой и так далее. То есть через join можно получить несколько уровней, но только фиксированное количество. И собственно говоря, то же самое как вверх, так и вниз. прочитать все элементы, которые находятся, являются дочерними для какого-то элемента, тоже не получится задешево. То есть опять-таки либо рекурсивные запросы, либо городить код. Значит, плюсом данного метода является следующая вещь. Во-первых, он очень хорошо работает, когда нужно читать на один уровень вниз. Ну, то есть вот стандартная схема с раскрывающимися деревьями. Кликнули, раскрыли, раскрыли. И очень большие, ну, то есть достаточно хорошо чувствуют себя на большом количестве детей. Вот. То есть вот такой вот достаточно очевидный способ хранения. Есть еще один, менее очевидный, но достаточно забавный. Выложенное множество. элемент, ну, какая схемка веселая, да? Значит, есть элемент, и у него говорится, что в него входит в нем множество с первого по 14 элементов. Внутри данное множество является исключающим, и внутри элементы начинают с идентификатора 2, заканчивая идентификатором 13. то есть он содержит у себя границы, которые чуть-чуть больше, чем идентификаторы всех элементов, которые внутри. То есть самый нижний элемент там 3, 4, 5, 6, без зазора, то есть там внутри никого нет. 9, 10, 11, 12, зато здесь вот внутри 3-е это минимальный, 6 максимальный, соответственно 2, 7. Здесь 9 минимальный, 12 максимальный, соответственно 8, 13. Вложенное множество, чем хорошо? Очень удобно получать список всех детей у какого-то родителя. То есть если мы хотим получить идентификатор, скажем, для продуктов, ну вот, все, что внутри вот этого элемента, то мы должны получить все, у которых айдишка с 12 по 14, не включая, мы получим всех детей. вот, то есть это полезно. Значит, проблема этого метода, ну, глядя на саму по себе эту диаграмму, видно, что менять часто такие деревья не получится. как только мы добавляем, удаляем элементы, мы попадаем в достаточно неприятную ситуацию. Вот, если иерархия статична, то есть данные статичны, данные не меняются, то иногда это бывает очень, ну, вот этот вот метод хранения бывает очень удобным, потому что можно получить всех детей легко и непринужденно на всю глубину. Значит, третий вариант хранения иерархических структур, который тоже достаточно часто используется, это материализованный путь. отдельно хранится, ну, берется путь и хранится именно путь, не собственный идентификатор, а путь, то есть единичка, первый ребенок 1-1, второй ребенок 1-2, первый ребенок первого ребенка 1-1-1, второй ребенок первого ребенка 1-1-2, ну, соответственно, на любую глубину. Значит, плюс данного метода, он достаточно простой и понятный, добавление новых элементов не влечет за собой никаких проблем, у элементов есть порядок ясный, легко получить всех детей просто по префиксу, мы хотим получить все элементы, у которых префикс такой-то и вперед. Удаление, удаление операция простая, но образуются дырки. В общем-то, в целом, материализованный путь иногда бывает достаточно удобен. Зачастую используется несколько вариантов и их комбинируют между собой. комбинировать вложенные множества и материализованный путь особенно не имеет смысла, потому что вложенные множества позволяют, у них примерно одни и те же плюсы, зато минусы складываются, то есть мы с одной стороны получаем возможность, у нас как была возможность легко получить всех детей, так она и осталась, с другой стороны, ничего, ну, накладные расходы, мы не можем менять вложенные множества, мы легко, значит, не можем, то есть и все, и польза от материализованного представления ноли. Соответственно, можно комбинировать либо материализованное представление и списки смежности, либо списки смежности и вложенные множества. Значит, списки смежности и материализованное представление. Плюсы. мы легко получаем возможность получить всех детей материализованный посоле дает нам такую простую возможность значит минусы мы не можем просто взять и перенести ребенка в другое место то есть если в списках смежности мы можем сказать что теперь данная ветвь у нас будет находиться в другом месте просто поменять родителю корневой корневого элемента переносимой ветки тут этого мы уже не можем вот ну и еще один момент мы легко можем получить список всех родителей просто пройдя по эдичникам вверх значит еще один важный момент имея вот структура ссылки на родителя она более однозначна мы всегда можем перестроить полностью материализованное представление нам этого очень хочется вот особенно это дает плюс при использовании вложенных множеств вложенные множество их достаточно трудно контролировать если у нас что-то пошло не так мы где-то накосячили то все дерево разваливается случае наличия вот связанных списков у нас есть простая опция перестроить все вот это вот множество сверху вниз в качестве плюс ну то есть вот по сути слова это единственный плюс который мы получаем при комбинации не светлуп и связанных списков вот то есть в одном случае мы плюс от связанных списков в том что мы можем восстановить систему вложенные множество дают нам возможность достаточно быстро получить родителей и предков данного ну какой-то моды все